История идей Наш гость Михаил Анатольевич Пронин Кандидат медицинских наук Научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук Руководитель Центра Виртуалистика Надо сказать, что Михаил Анатольевич в свое время Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС И сегодня он тоже выступил в роли своего рода спасателя Потому что должен был быть другой участник программы Но человек заболел И вот Михаил Анатольевич согласился экстренно его заменить И соответственно мы выбрали тему Философия здоровья и болезни Но вообще надо сказать, что тема может звучать достаточно экзотично Философия здоровья и болезни Так нестандартно, как минимум Но это представление ошибочное Потому что если взять исторически То философия и медицина развивались рука об руку И все выдающиеся врачи древности, они были философами Вот знаменитый Гиппократ Он же ведь не менее известен в аналог истории И как мыслитель, как натурфилософ От него остались трактаты Его сочинения, это целых три тома Они изданы на русском языке И немалая часть из них посвящена философским вопросам Знаменитая кляптва Гиппократа Это пример такой формулы биоэтики Если угодно, медицинской этики Но Гиппократ не единственный Был еще знаменитый римский врач Гален Который тоже одновременно занимался комментированием философских трактатов И я накануне передачи, так сказать, пошарил у себя библиотеки Обнаружил вот такую любопытнейшую книгу Еще одного римского врача Авл Корнелли Цельс о медицине Это вот такой объемистый трактат в 500 страниц Это такая своеобразная энциклопедия античных медицинских знаний Но этот человек, он тоже был отнюдь не только медиком Он наряду с этим писал и о юриспруденции, и о риторике, и, конечно же, о философии Такая постановка вопроса отнюдь не случайна, отнюдь не маргинальна И она не только исторически, она и логически обоснована Потому что все-таки врач занимается человеком В центре его внимания находится человек Причем хороший врач, он всегда одновременно уделяет внимание Не только телесным состоянием тела, телесным болезням Но и состоянию духа человека, его душе Ну, ну, так и говорят, надо лечить не болезнь, а больного Да, да, да Вот, и философия, она тоже занимается человеком Она изучает человека, его сознание, его бытие И в этом смысле вот некая такая взаимодополнительность философии и медицины Мудрости и медицины, она была осознана уже древними греками И вот мыслители, которых я упомянул, они как раз этим принципом и руководствовались Вот, а теперь я бы хотел для начала обсудить несколько вопросов Такого тоже исторического характера Как болезни осмыслялись в разные исторические эпохи, в разных культурах Вообще, вот, все, что связано со здоровьем, болезнями Ну, вот, прежде всего, что мне бросилось в глаза, когда я готовился к этой передаче Что во всех традиционных обществах, без исключения, болезнь воспринималась как нечто священное То есть здесь еще появляется религиозное измерение Причем могло быть по-разному, скажем, у африканцев и у коренных народов Америки, у индейцев американских Больной, в их представлении, был человеком, одержимым богами То есть болезнь — это прикосновение бога или богов к человеку Соответственно, больной — это тот, кто стоит на пороге другого мира Это некий духовный избранник Поэтому к нему было такое отношение суеверно-благоговейное Болезнь — это было духовное избранничество В Индии и Китае, наоборот, болезнь расценивалась как кара Божья, кара за грехи Но в том и в другом случае речь идет о каком-то промысле Божьем О каком-то вмешательстве высших сил И, скажем, вот этих больных в Индии и Китае, их могли даже побить камнями Это считалось способом лечения Потому что если человек своими грехами заслужил болезнь Значит, он должен как-то искупить эти грехи И как-то пострадать, значит, вот их искупить И тем самым получить исцеление И во всех традиционных культурах также исторически попечение о больных Принадлежало неким духовным избранникам То есть, как правило, сфера медицины То, что мы сейчас называем сферой медицины, медицинского обслуживания Она исторически принадлежала религиозным организациям В том или ином виде Ну, самый элементарный пример — это шаманы У северных племен, например, или у тех же индейцев Шаман, он одновременно был и жрецом, и лекарем То есть, к нему обращались, когда какие-то происходили болезни Болезнь воспринималась как посещение божье Ну и, наконец, само слово исцеление Вот в русском языке, и можно проследить этимологию в других языках Оно ведь тоже имеет такой определенный духовный подтекст Исцеление — это что такое? Это, прежде всего, восстановление целостности человека Как единства тела, души и духа Болезнь воспринималась именно как разрушение этой целостности Но восстановление ее невозможно и без духовной работы Вот, Михаил Анатольевич, я хочу, чтобы вы С вершины своих современных уже медицинских знаний Прокомментировали вот эти исторические факты Ну, во всяком случае, так скажем, если на уровне, что ли, проявления заболевания какого-то Конечно, когда человек заболел вдруг, неожиданно для себя То это какая-то остановка в пути И, хочешь не хочешь, приходится задумываться, да, как ты попал в это состояние Ну, если не брать какие-то переломы конечностей Травмы, ну, не знаю, там, катастрофы События, которые от тебя не зависят Вот, то тут, конечно, размышляя, не размышляя, оно просто произошло Ну, и в случае аварии тоже можно, в общем-то, подумать А почему ты попал в эту аварийную ситуацию Если профессия у человека связана с опасностью, допустим, как летчики То, в общем-то, крепкая семья – это залог нормальной, безопасной летной деятельности И в советское время в семью к летчику, к военному лезли со всякими этими контролирующими взглядами И, опять же, эта практика не только наша, там, социалистическая, советская, прошлого Но и на Западе все точно так же знают, что если у летчика нормальная семья То он будет хорошим летчиком-испытателем А если у него что-то дома не так, то, в общем-то, летчик-испытатель – это уже не летчик-испытатель Все-таки его внутреннее состояние, оно влияет на внимание Внимание влияет на безопасность, безопасность влияет на травматизм, аварии Ну, и в конечном итоге потерю жизни и смерти Поэтому психологическая компонента, конечно, она всегда учитывалась и учитывается Но иногда как-то организационно-поверхностно Ну, а есть некоторые направления, действительно, медицины, психологии, педагогики Где мы понимаем, что, в общем-то, надо человеку помочь с этим разобраться Почему он заболел? Почему, в общем-то, интересно, одни люди болеют, а другие не болеют Ну, как приходят на подводную лодку все здоровые А через 20 лет с этой подводной лодки кто-то уходит с заболеванием Соматическим гастритом, вязвенной болезнью желудка, еще там что-то такое А кто-то пришел здоровым и ушел здоровым Почему вот этот человек, несмотря на стрессы, испытания, здоровье сохранил? Почему в боевых условиях во время Великой Отечественной войны В самые жестокие морозы, распутицу, солдаты не болели А как только война, боевые действия заканчивались, приходили на отдых Тут организм начинал страдать Ни с того, ни с сего, казалось бы, чего болеть тут надо Жить, любить и радоваться, и все Поэтому, конечно, вот этот духовно-психологический компонент Он, несомненно, и сейчас присутствует, и все мы это знаем и понимаем И, в общем-то, сложность, наверное, как раз в другом Если у нас будет время, я надеюсь, мы об этом поговорим Мы все знаем, что хорошо быть здоровым и богатым Лучше, чем бедным и больным Надо больше двигаться, меньше есть Не волноваться А почему-то у нас не болеть, у нас это не получается Вот здесь, конечно, очень важно Вот это самое глубинное такое отношение к заболеванию К болезни О глубинном отношении к заболеванию мы еще поговорим То есть, мне очень важно, что вы подтвердили Что вот это действительно мудрость древних, которые понимали Что, так сказать, болезнь, она непосредственно связана с душевной, духовной жизнью человека Что эта связь, она признается и современной наукой, и современными медиками Но ведь древние, они не ограничивались только общими констатациями Они даже шли вплоть до таких конкретных Вот если вчитаться в эти трактаты Они, конечно же, в чем-то нам покажутся курьезными, смехотворными Какие-то рецепты кажутся дикими, фантастическими Но вместе с тем, в этом есть и тоже В частности, мне кажется, представляет интерес То, что по канонам древней медицины Значит, определенные симптомы телесных болезней Четко увязывались с психологическими проблемами То есть, как бы можно было, грубо говоря, по-современному Диагностировать человека психологически На основании его соматических симптомов И наоборот Ну, к примеру, болезни печени связывались с таким вот гневливостью С таким темпераментом бурным Болезни сердца со страхом и малодушием Болезни желудка с тоской и унынием Вот насколько вот эти вот догадки древних Они, как они выглядят в свете современной медицины? Ну, в свете современной медицины и психологии Но, может быть, эти связи, они, так скажем Надо их воспринимать не столь однозначно И не столь прямолинейно Но они, несомненно, имеются Более того, если, так сказать, ссылаться на тибетскую медицину А это канон тибетской медицины, джудши Это работы там 13-14 веков Там выделяются болезни причины и болезни следствий Вот болезни причины – это все, что связано с какими-то расстройствами Ну, как человек расстроился, да, расстроился Мозги отдельно, эмоции отдельно, тело отдельно Вот человек расстроен Ну, та же самая триада дух-душа-тело Только на другом языке Да, вот есть болезни причины, а есть болезни следствий Вот болезни причины, конечно, это психо-духовные аспекты Да, каких-то расстройств у человека А все остальное, то, что начинает в теле проявляться Это уже просто следствие Вот чем человек будет болеть, он иногда действительно выбирает Вот это проявляется сейчас, допустим, в такой ситуации, когда у пациента удаляется желчный пузырь Да, и он привык там 20 лет реагировать желчным пузырем на какой-то стресс То теперь у него этого органа нет И он начинает выбирать, чем он теперь будет болеть, чем реагировать И в этот момент очень многие больные теряются после операции Да, вот у него был стереотип реакции Теперь эта реакция расстроена И он, значит, бедный думает, чем он теперь, каким органом он будет страдать Реагировать на стрессы Вот если он попадает к хорошему психологу, тот ему объясняет, что Ну, сейчас у тебя идет выбор организма, да, вот чем ты будешь болеть Может быть, мы вообще перестанем реагировать таким способом, а найдем какой-то другой Может быть, там, я не знаю, аутогенную тренировку ты освоишь Или какие-то методы, там, ключ Хасая Алиева ты получишь, изучишь В общем, это способы, методы саморегуляции, которые позволяют Вот телесное реагирование на эмоционально-духовные расстройства просто убирать Ну, и человек, если он переболел, он уже понимает, что да, вот он 20 лет страдал Этим желчным пузырем реагировал А теперь, в общем-то, настало время, когда он этого делать не должен Потому что есть два принципиальных отношения к болезням Вообще все болезни делятся на две группы Вот если так просто говорить, это болезни правильные и болезни неправильные Вот болезни правильные, это те болезни, к которым человек правильно относится Потому что болеть больно, болеть плохо, болеть невыгодно и вообще болеть стыдно Вот нет таких болезней, которыми там люди ходят и хвалятся, да А я там болею. Как сказать? А с другой стороны, ведь тема болезни – это излюбленная тема пересудов, разговоров. И люди как бы даже друг с другом состязаются. Они даже обижаются часто, когда другие как бы дают понять, что болеют сильнее их. То есть, как бы люди вроде как своими вот этими страданиями похваляются. Вот такой парадокс. Вот правильно, потому что болезни неправильные состоят в том, что у человека есть выгода. От того, что он болеет. Социальное, человеческое, эмоциональное и прочее, прочее, прочее. Вот с некоторыми онкологическими больными, когда начинаешь разбираться, то оказывается у человека, когда он узнает о своем диагнозе, он даже испытывает какое-то чувство облегчения в первое время. Почему? Потому что у него наконец-то появилось социальное право. Да, у него есть диагноз такой вот страшный, что он может не думать о других. И наконец-то он имеет право подумать о себе. У него есть как бы социальная такая индульгенция. И имеет право ждать, что другие будут вокруг него бегать, заботиться о нем. Да, 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 да. То есть, наконец-то он имеет право подумать о себе. Вот поэтому вот это вот разделение на болезни правильные и болезни неправильные, оно очень глубокое. Но вот эта аксиома, она все-таки действует не везде и не всегда. Вот современный французский философ Эмиль Сиаран высказал парадоксальную мысль, что именно благодаря болезням человек и стал человеком. Вот мы в беседе с Павелом Семеновичем Гуревичем как раз рассуждали о том, что сделало человек и человеком. Вот он считает, что культура. А Сиаран считает, что именно болезни. Ну, как он это понимает? Вот я зачитаю небольшую цитату. Если человек смог покинуть общество животных, то, конечно, только потому, что он был более предрасположен и более восприимчив к болезням, чем они. Ну, действительно, животные, как правило, не болеют. То есть, если они болеют, то они и умирают сразу же, как обычно. А вот эта вот такая, так сказать, перманентная жизнь с болезнями связанная, это уже чисто человеческий удел. Ну, вот возвращаясь к Сиарану. И если ему, человеку, удается удерживаться в своем нынешнем состоянии, то именно потому, что болезни не перестают ему в этом помогать. Что имеется в виду? Болезнь убирает все внешнее и рассеивает его лишь для того, чтобы открыть для нас предельную реальность, а порой и невидимое. Ну, то есть, другими словами, болезнь помогает человеку обратиться к духовному миру и вообще канализирует его энергию на духовную деятельность. То есть, если бы он был просто, как животное, абсолютно здоровым, был такой нецшанской белокурой бестией, так сказать, не знающий страха и печали, и никаких горестей, да, то, может быть, он бы и не задумывался о каких-то там философских проблемах, может быть, он бы не создавал гениальные произведения. И вот как раз примеры очень многих гениальных людей, они тоже свидетельствуют о том, что все эти люди были, страдали тяжелыми хроническими болезнями. Вот я приведу только несколько примеров. Мигрень, которую даже называют болезнь великих людей. Ею страдали Юлий Цезарь, Мария Тюдор, Блес Паскаль, Альфред Нобель. Душевным расстройством были подвержены Джонатан Свифт, Генрих Гейне, Феликс Мендельсон, Константин Батюшком, Винсент Ван Гог. Эпилепсии страдали Александр Македонский, апостол Павел, Петр Первый, Наполеон, ну, конечно же, Федор Михайлович Достоевский, как мы прекрасно помним. То есть, вот, неизвестно, как бы сложилась жизнь этих людей, чего бы они достигли, вошли бы они в историю культуры, если бы не вот эти вот болезни. Я не думаю, что они очень радовались своим болезням, что они их благословляли, хотя бывало и такое. Вот если мы почитаем Николая Васильевича Гоголя, у него есть такая книга «Выбранные места из переписки с друзьями». Это та самая книга, за которую от него отвернулись Белинский и многие другие, заклеймили его в реакционности, но, тем не менее, Гоголь считал это своим духовным, так сказать, завещанием, последним словом, которое он сказал в жизни. Вот, и там есть статья в этой книге, которая называется «Значение болезней». И вот он там пишет примерно о том же самом, о чем и Сиаран, только другими словами. Он говорит о том, что, да, болезни помогают нам сосредоточиться на чем-то главном, задуматься о смысле, задуматься о высоком, о вечном. О ценностях, о важном, о главном, да, о простом, о чем-то. Вот, ну, так сказать, можно иронизировать по этому поводу, можно относиться к этому с непониманием, но, тем не менее, проблема остается. И действительно, человеческая культура, она, наверное, в своем нынешнем виде не существовала бы, если бы не было болезней. Она отчасти сама является детищем такого вот, некоторого нездоровья рода человеческого, как телесного, так и душевного. И что нам, отказаться от культуры? Или же мы должны принять это как данность и как-то... Поболеть, культурно поболеть. Это, да, переболеть это, и, как говорят американцы, значит, смириться с этим, как бы принять это. Ну, люди же разные все. Знаете, кто-то выздоровел и забыл о том, что он болел. А есть те, кому действительно надо придумать философию болезни. А почему он заболел? А как он заболел? А так ли он болел? А так ли он лечился? И вот у него вокруг этой болезни возникает целая теория. Поэтому я напомню, что вообще-то врачевать – это врать, в том числе и заговаривать. И некоторым людям действительно нужно помочь придумать какую-то философию жизни, в рамках которой он уже перестанет болеть. Может быть, есть болезни, грубо говоря, благородные, а есть болезни некие такие вот низменные, профанные, которыми действительно нельзя гордиться. А есть какие-то вот такие благородные, которые свойственны аристократическим, творческим натурам, и в сочетании с ними люди создают ценности. Согласитесь, это уже философия, которая есть у человека. И он себя хочет приписать к сонму определенных личностей, подняться на этот зеккурат, на вершину этой горы, где стоят люди, которые для него являются каким-то символом. И вот у него тоже есть вот эти знаки принадлежности к сообществу, которое для него значимо. Но еще раз могу повторить, что болеть стыдно, болеть невыгодно, болеть плохо, болеть больно. И это правильное отношение к болезням. А если у вас появляется, вы ее принимаете, значит, у вас болезнь неправильная, и у вас есть какая-то выгода, и вы сами себе создали философию, в рамках которой вы будете болеть. Вообще, у долгожителя, долгожитель любит заниматься делом, он не любит болеть, ему интересно жить здесь, он вписан в ландшафт жизни. О долгожителях, я думаю, мы поговорим чуть позже специально. А вот все-таки люди, которых я перечислил, Достоевский, Македонский, апостол Павел и так далее, Блес Паскаль, великий философ, их трудно упрекнуть в том, что они жили неинтересной жизнью, и что они, так сказать, впустую как-то прожигали свою жизнь, и только и делали, что упивались своими болезнями. Мы же пока просто фиксируем тот факт, что у них эта болезнь была, надо же тогда разбирать, как они к ней сами относились, нравилось ли им болеть, может быть, они действительно страдали и воспринимали это как какой-то зло, с которым им приходится идти по жизни. Это сложно, нужно реализировать каждый конкретный пример, Да, ну хорошо, но даже если принять вот вашу аксиоматику, что болеть стыдно, болеть вредно, болеть... Невыгодно Невыгодно, да, то все равно многие болезни, я вот имею в виду болезни цивилизации, они все равно нас преследуют, то есть даже таких нормальных, успешных, позитивно настроенных по жизни людей, которые вовсе там не готовы ради каких-то призрачных духовных достижений сомнительных. Ведь для кого-то болезнь оборачивается гениальностью, но это считанные единицы, а для большинства скорее наоборот. Это страдание, безумие и так далее. Да, и в общем-то жизнь тратится на преодоление болезни, не на достижение чего-либо. Но даже если брать вот этих вот, так сказать, позитивных людей, вот они страдают, которые строят цивилизацию, которые имеют интересную работу, свой бизнес имеют там и так далее, они становятся жертвами так называемых болезней цивилизации. Это вот те болезни, которые появились по мере развития культуры, технической цивилизации. Прежде всего имеется в виду СПИД, онкология в ее нынешнем масштабе. Ведь, насколько я понимаю, исторически онкология вовсе не была таким вот бичом для человечества, как это стало в 20 веке. То есть это было гораздо менее распространенное, менее типичное заболевание. Болезни иммунитета, всевозможные там аллергии и все, что с этим связано, астмы. Те болезни, которые преследуют современного человека, живущего в технократическом обществе. Вроде бы современное общество... Конечно, раньше структура смертности была другая. И поэтому просто до болезни цивилизации многие люди просто не доживали. Это надо тоже понимать. У нас была очень высокая детская смертность, а у нас была смертность от инфекционных заболеваний. Если брать историю Европы, была 7-летняя война, 30-летняя война, 100-летняя война. А война – это травматическая эпидемия. Поэтому надо просто сказать, что многие люди до болезни цивилизации раньше просто не доживали, а сейчас они доживают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова